Всем привет! Я очень рада приветствовать вас в этом видео. Меня зовут Алена Лоренс. Я являюсь основателем визового центра, а также центра миграционного консалтинга Passport Online. Мы занимаемся обучением визовых специалистов, а также работаем с клиентами по всему миру. И в этом видео я расскажу топ-5 нестандартных советов, как повысить свои шансы на одобрение любой туристической визы. Ну что, поехали! Совет номер один. Это логическая цепочка документов, а также цели визита и образа жизни в целом. Что это обозначает? Например, очень часто к нам обращаются клиенты, которые хотели бы оформить бизнес-визу в какую-то из стран зоны Шенген. При этом заявители, например, работают всю жизнь в строительной компании или в сфере обслуживания, но хочет поехать на бизнес-мероприятие, которое совершенно не относится к его деятельности. Соответственно, здесь получается несостыковочка. Для того, чтобы бизнес-мероприятие было максимально правдоподобным, оно и действительно должно быть правдоподобным, документы все должны соответствовать. То есть, цели вашего визита, если это какое-то мероприятие, бизнес-встреча, корпоратив и так далее, это должно сопровождаться дополнительными документами, такими как ваше образование в данной отрасли, опыт работы и другие необходимые документы. Далее, очень важный и нестандартный совет. Все мы знаем о том, что для визы необходимо предоставлять выписку с банковского счета, а также справку, где вы работаете и какая у вас сумма заработной платы. Конечно же, может быть, у вас есть свой бизнес, вы являетесь индивидуальным предпринимателем или подтверждение другого дохода. Но тот доход, который вы декларируете в документах, должен четко отображаться в вашей банковской выписке. Если, предположим, ваша зарплата составляет энную сумму, в последующем по вашей банковской операции у вас должно быть ежемесячное поступление данной суммы на счет, и еще и написано, от какой компании. Если справка с работы гласит, что вы работаете менеджером того рога и копыта, а в вашей банковской выписке фигурируют хаотичные операции, соответственно, данные документы поддаются сомнению. Далее. Очень важно понимать, что не стоит предоставлять тех документов, которые не были запрошены. Очень часто заявители для того, чтобы повысить свои шансы на одобрение визы, они приносят то, чего совершенно не просили. Например, заявитель едет на какую-то бизнес-конференцию, предоставляет об этом документы, и к этим документам прикладывает еще несколько дополнительных документов, например, о том, что там у него проживают родственники, а еще он планирует там лечиться, а еще вот он хочет там куда-то свозить ребенка и так далее. То есть получается несколько целей, и все они не совсем совпадают друг с другом. Заявителю кажется, что таким образом он покажет серьезность своих намерений, но тут-то наоборот. Необходимо выбирать самую ключевую цель вашей поездки и предоставлять документы, конечно же, в соответствии с ее основаниями. Далее очень важный, нестандартный совет – это каждый раз, когда вы оформляете визы, очень часто клиенты обращаются в различные агентства. Иногда оформлять самостоятельно, иногда через агентство, иногда через своих друзей. Так вот, очень важно сохранять все документы, которые вы предоставляли в визовый центр или в посольство. Поскольку зачастую многие визовые агентства предоставляют услугу визы под ключ, соответственно, они сами готовят вам какие-то справки, какие-то документы, и зачастую заявитель вообще не владеет информацией, где он работал и какие у него выписки с банка и тому подобное. Соответственно, при подаче повторной заявитель может обратиться вообще в другой визовый центр и решит подать документы самостоятельно, и у него будут просто несостыковки в его данных. И ведь данная информация может храниться в визовых центрах, и, например, что касается визы США, форма D-160, она хранится долгие годы в миграционной системе, и все данные, которые вы там отображаете, они в последующем влияют не только на получение визы, а даже на грин-карты, на гражданство и так далее. Это очень распространенная ошибка, но о ней мало кто говорит. Поэтому очень важно сохранять все предшествующие документы и знать свою визовую историю и понимать дальнейшую стратегию. Ну и последний совет — это проработка визовой истории. Тоже не все осознают до конца, что это значит. Я попытаюсь рассказать вам очень коротко, но понятно. Визовая история — это когда вы ранее рекомендовали себя как путешественник, то есть вы ездили в различные направления, покупали путевки, приезжали и выезжали. Если у вас были какие-то визы, вы не нарушали визовый режим. Чем больше у вас будет в подобных поездах, тем выше шансы на последующее одобрение. Поэтому, друзья, я уверена, это видео будет для вас очень полезным. Поэтому, пожалуйста, прислушивайтесь к этим советам, прорабатывайте вашу визовую историю, достигайте ваших заветных желаний, а также хороших результатов. Ну а я с вами на этом прощаюсь и буду рада увидеться на нашем курсе для визовых специалистов.